В 1993 году у слабовидящих жителей города появилась возможность вступить в Конаковскую местную организацию Всероссийского общества слепых, члены которого стали настоящей семьей. И несмотря на то, что потеря зрения серьезно ограничивает возможности человека, она не мешает оставаться личностью, приносить пользу обществу и находить новых друзей. Вот совсем недавно мы с вами здесь встречались, когда подводили итоги. У вас была отчетно-выборная конференция. И мне очень приятно для тех, кто не был на ней, сказать, что на этой конференции была дана высокая оценка работе местной организации общества ВОЗ. И вы проговорили столько интересных вещей, сколько вы сделали за отчетный период. Живое общение, внимание окружающих, а главное искренность и сопереживание помогает забыть о недугах и физических недостатках. Светлая, наполненная душевной добротой, обстановка царила на мероприятии. За общим столом собрались те, кого волнуют не только собственные проблемы, но и жизнь окружающих. А самые активные члены общества представили гостям праздника небольшую сценку. Пристала мне эта прическа? Ой, пристала. Очень пристала? Очень. Настенька, а ты что оденешь? Ой, я так останусь, меня даже никто и не заметит. Чему наряжаться-то? Ой, ты знаешь, у меня там в шкафу много старых лент. Вплела бы в косу? Да нет, зачем, Машенька? Ну, как хочешь. Такие мероприятия не должны оставаться без внимания. Даже тем, кто физически совершенно здоров, есть чему поучиться у членов общества слепых. Ведь эти люди живут полной жизнью, радуются каждому новому дню и сохраняют стойкость характера. А удается это далеко не всем абсолютно здоровым. Продолжение следует...